Молочно-товарная ферма предприятия «Заря» находится в селе Никольское. Здесь содержится 427 голов крупно-рогатого скота, 160 из которых дойные коровы. Предпочтение животноводой кооператива отдают бестужевской породе. Говорят, что они неприхотливы в содержании, да и молока дают в нужном количестве. К вечерней дойке на ферме, где днем стоит тишина и слышно лишь мячание коров, собираются все, кто здесь трудится. Третий год работаю, с 15 ноября начала работать. У нас в общей на одну две группы считается, что полностью 62 голов коровы. Один бык уж 63. У каждой коровы есть имена свои. Каждая корова свое место знает. Что-то облегчает труд. Да, выпускаем мы на прогулку их. И это когда вечером приходим на вторую группу и завязываем каждую корову. Летом легче, зимой тяжеловато. В связи с чем? Все равно зимой. Утром чистить, коров выпускать. А летом в лагере посуду. Приходишь вечером, полшестого у нас на работу приезжаем. А здесь мы пять встаем, полшестого утром приезжаем. Утром у меня 120 литров. Вечером где-то 65 литров. Вечером мало, да. Зимний месяц – это время массового отела коров. Это прибавляет животноводам хлопот. Для замены старовозрастных коров и увеличения поголовья дойных готовят к вводу в основное стадо порядка 50 нителей. Ежедневно рождается по 2-3 теленка. Благодаря труду таких работников, как Снежана Шулятьева, можно быть уверены, что телята находятся под пристальным вниманием. Ну, конечно, тут лучше. Тут и деньги, зарплаты, и жильем обеспечили, и зарплаты. Все тут хорошо. Не знаю, мне нам нравится. Мы уже тут живем, уже с мужем дом построили. Работаем. Они приходят, мы их уже каждого в лесу знаем. Всех, да, от начала, пока не вырастут. Вот так за ними смотрим, ухаживаем, кормим. Все. Ну, все, что мы… Как с маленькими детьми. Вот как маленький рождается ребенок, так же и они тоже для нас. Как маленькие дети. И ласкаем, и целуем, как иногда бывает с ними, свисюкаемся, потому что с ними больше никак. Молозиво с первого пьют. Свои пять дней положено молозиво. Потом молоко у них идет, рацион. Два-два с лишним литра молока даем. Молоко пьется хорошенько вдоволь, смотрим, подрастает. Потом мы уже переходим на искусственное скармливание. Кооператив «Заря» одним из первых перешел на зимний рацион питания животных. Заведующая фермой Зоя Шакирова отметила, что подготовка к зимовке скота велась основательно. Напомним, что в этом году в животноводческих помещениях провели косметический ремонт. Утеплили стены, заменили полы и кровлю. Труженики полей вели работы по накоплению кормов для сытной зимовки. Им это удалось. За сезон было заготовлено 1600 тонн сена, 8,5 тонн сенажа и 2700 тонн силоса. Таким образом, на одну условную голову скота приходится почти 39 кормовых единиц. Зимовка идет, я бы хотела даже успешно сказать, нормально. Корма у нас заготовлена в достаточном количестве. На одну голову дуем 5-6 литров пока. Ну, отел вот началось. Большинство кормов, конечно, запуска, но отел все равно идет. Так-то можно. В январе, наверное, уже пойдет молоко. Заря – одно из немногих хозяйств, в котором имеется откормочная площадка. Здесь бочки растут и набирают массу. Суточный привес составляет более 600 грамм. Немного, но зато без добавления в рацион химикатов. Когда скотина достигает положенных 450 килограммов, мясо сдается в Ижевский мясокомбинат. За 10 месяцев реализована продукция порядка 68 тонн. В целом, хозяйство успешно развивается, производство молока ежегодно увеличивается. Что поднимает кооператив по данному показателю на второе место в районе.